А житель Петропавловска создает необычные деревянные арт-объекты. Уникальные изделия он изготавливает из того, что многие привыкли выбрасывать. Ветки, пни, дрова и даже стволы новогодних елей. Это основной материал для его творчества. С мастером встретился наш корреспондент Нургулялина. Я его обработал. Фактура такая очень интересная. И получилась такая вазочка. Это один из уникальных арт-объектов, созданных Габитом Тимирбековым. До того, как эта коряга превратилась в произведение искусства, ее хотели использовать как топливо. Но мастер увидел интересную фактуру древесины и, приложив свой творческий потенциал, создал необычный предмет интерьера. Подобное произошло и с этим объектом. Это тоже во время обрезки деревьев я подобрал. Кленный стрибут, везде, в населенных пунктах. Ветки валяются. Ну, определенно лишнее убрали. Ну, получилась вот такая скульптура, я бы сказал. Сюда можно зонтик воскнуть какую-то там, газету, допустим. Древесиной Габит Симирбеков работают уже около 40 лет. Петропавлович считает, что хобби, которым он увлекается, можно популяризировать массы. Не совсем актуально, но это имеет право жить. Хотя, это, знаете, можно задействовать какие-то слои населения. Типа даже на базе, не именно точно такое делать. Но на базе, допустим, каких-то вот таких образцов предмета можно сделать какой-то, ну, мини-цех, инвалиды есть, да, надомники. Материалы для арт-изделий Габит Симирбеков не ищет слиноправленно. Дает вторую жизнь с рубленым веткам и корягам. Использует даже стволы ели, которые люди обычно выбрасывают после Нового года. В румелом подходе эти непримечательные части деревьев можно превратить в креативные произведения, говорит мастер. Тут еще, знаете, вот скульптурика. Сопротивляюсь материалу. Вот чем вот такой тверже, да, труднее обработать, чем тебе азартнее. Изделия мастера вызывают интересы уностранных гостей. В качестве сувенира несколько работ уже отправились в Америку и Германию.